Всем привет! С вами Ирина и сегодня третья часть видео, посвященная моим рукодельным запасам и неоформленным работам. И сегодня я вам покажу несколько фирм-производителей. И первая фирма-производитель, наборы которые я вам сейчас буду показывать, это наборы от фирмы Алиса. И первый наборчик это у нас маленький олененок. Этого олененка я купила достаточно давно, ему куплен в пару еще был другой набор, но он отшит и пока что не оформлен. Отшив этого олененка я увидела в инстаграм, правда видела отшив я этого олененка не на белой основе, а на коричневый и мне очень-очень понравилось. Но я пока не решила какую основу я выберу для него, но точно не Аиду, потому что здесь наверное дробный бэк. У Алисы очень часто, я насколько слышала, бывает дробный бэк и на конве такую маленькую работу я вышивать не хочу. Это будет скорее всего ткань равномерного переплетения. На следующую серию наборчиков от Алисы я обратила внимание, опять-таки благодаря совместным проектам Наташи Гевки. И это ягодки. Крыжовник, вишня и черная сморода. Я уже говорила, что когда я увидела отшивы этих наборов на клетчатой основе, я сразу поняла, что у меня будет так же. И я их буквально недавно купила, это покупка этого года, 2018, я купила их в магазине Леонардо, они были в наличии все три, правда пришлось поискать. Вишенки, вишенки, да, сначала вишенку я не сразу нашла, но потом нашлась и вишенка. И теперь у меня в запасах благополучно лежит вся ягодная серия от Алисы. Помимо миниатюрок у меня есть и крупные наборы данной фирмы, и первый набор это белые ирисы. К белым ирисам у меня была любовь с первого взгляда, я влюбилась в них сразу же, как увидела. Тогда я их увидела, я уже не помню, то ли это была весенняя формула рукоделия, то ли это была осенняя формула рукоделия, но я еще не ездила туда. Я видела фото в инстаграме, и я захотела, безумно захотела эти ирисы, долго их очень ждала, и как только они появились, я их сразу же купила. Ирисы прекрасны, мне многие нравятся сюжеты именно вот из этой серии у Алисы, но в запасах у меня есть два. Вот эти вот ирисы и еще один набор, который я вам сейчас покажу. И это набор пионы, также от Алисы, я его уже открывала, а так как я его уже открывала, и тут порвалась обложка, поэтому вот в таком он у меня виде. Пионы эти мне тоже очень нравятся, я видела отшив, очень красивые. И эти пионы, это, кстати, был первый набор от Алисы, который я приобрела. Далее уже вот пошли наборчики другие. Так что в запасах у меня лежит, получается, шесть наборов от Алисы. И давайте сразу далеко ходить не будем, я вам покажу неоформленную работу от фирмы Алиса. Это называется сюжет «Самое дорогое для тебя». Отшила я его в конце 2017 года, основу я заменяла, это у меня равномерка. И я уже говорила, что я очень возрадовалась тому, что я выбрала равномерку, так как был дробный бэк здесь. И на равномерке шьется этот бэкстич, конечно же, гораздо легче, чем если бы я шила его на Аиде. Я бы и на Аиде его, конечно, вышила, но все-таки на равномерке мне не пришлось так долго мучиться. Следующий набор, набор будет от Марии Искусница. Я его показывала в недавнем видео о покупках и подарках с формулы рукоделия. Купила я его для пробы, хочу познакомиться с этой фирмой. И выбрала я вот такой вот натюрмортик. Меня давно интересует фирма Мария Искусница, потому что они комплектуют часто свои наборы тканью равномерного переплетения. И у них нитки финка входят в набор. Я никогда не вышивала этими нитками, и поэтому мне очень хочется попробовать. Далее у нас идет МП Студия и Калина от МП Студии. Все знают эти ягодки. Я также показывала этот набор в видео о покупках и подарках с формулой. И у меня очень чешутся руки его отшить. Я уже говорила, что здесь я буду менять основу. В любом случае это не будет у нас Аида. Я вообще подумываю на вышить ее на льне и, возможно, именно не на белом льне, а на каком-нибудь таком платье. Например, цвета платины. Думаю, должно смотреться неплохо. Но я еще подумаю, я еще не начинаю его отшивать, поэтому есть время подумать. Далее у нас идет гортензия акварельная от РТО. Эту гортензию я заприметила очень давно. И долгое время сомневалась покупать ее или не покупать. Но однажды я наткнулась на видео, тогда мне еще неизвестного блогера. Звали этого блогера Даша Дебаря. И я увидела отшив этой гортензии. Она начинала ее тогда вышивать. Меня заинтересовало то, что у нее есть такой же сюжет, на который смотрю я. И когда Даша вышила эту работу, я поняла, что она должна быть и у меня. Поэтому я купила этот набор. Я вообще люблю акварельки и цветы в акварельках. Это моя слабость. Далее идут наборы от Лука Эс. У меня в запасах несколько наборов от Лука Эс. И первый, который я вам хочу показать, это лисятки. А точнее, лисенок с мамой-лисой. И это подушка. Данный набор у Лука Эс выпущен в двух вариантах. Можно выказать просто как картинку, как сюжет или как подушку. Я выбрала сюжет подушку. Вы знаете, я люблю лис. И даже одну вышила. Правда, долго вышивала, но вышила. И вот, соответственно, буду вышивать еще вот этих вот замечательных двух лис. Вокруг них я давно уже хожу и смотрю на них, как лиса на виноград. Но пока не начинаю. Потому что, если вы смотрите мой канал, вы знаете, сколько у меня процессов. Но лисята замечательные, очень красивые. И мне они очень нравятся. И, наверное, моя любовь, благодаря которой я, в принципе, обратила внимание на фирму Лука Эс, это чайные розы. Данный набор тоже существует двух комплектаций. Одни наборы укомплектованы Аидой 18 аккаунта, а другие укомплектованы Луганой. Я выбрала Лугану. И я вообще порывалась даже уже начинать этот набор. Я его доставала и вот-вот-вот бы и начала. Но сдержалась. Видела отшив этих роз. Они чудесные, они прекрасные и замечательная проработка. Я влюблена в них. Следующий набор это ирисы. По поводу этого набора я долго сомневалась, брать его или не брать. Но однажды я зашла в наш рукодельный магазин, оффлайн-магазин, и увидела отшитый вариант этого набора. И все. И загорелась, и купила, и знала точно, что да, точно, я буду их вышивать, потому что ирисы чудесные и красивые. Пока что ирисы лежат и ждут своего часа, но греют мне душу тем, что они у меня в запасах есть, и я могу, в принципе, в любой момент достать их и начать вышивать. Следующая фирма-производитель это Панна. И у меня от Панны лежит один набор остался. Это Панна чертополох из их акварельной серии. Мне много сюжетов нравится из этой серии, но в запасах лежит только чертополох. Сюжеты эти небольшие, и я думаю начать этот сюжет именно в этом году. Он у меня в моем, конечно, неофициальном плане стоит именно для отшив в этом году. Так что, думаю, если я за него возьмусь, недельки за две, ну три я справлюсь. Если, конечно, буду вышивать нормально, а не так, как я вышиваю все последнее время. Ну, а если говорить о фирме Панны и о неоформенных работах, я вам хочу показать физалис акварельный, также от фирмы Панна. Это был мой второй уже отшив набора данной фирмы, и я просто влюблена в этот физалис. У меня такое ощущение, что он нарисованный. Я просто как будто рисовала, когда его вышивала, поэтому меня просто впечатляет проработка, меня очень впечатляет сюжет. Сюжет просто красивунный. Вышивала я его в рамках совместного проекта у Даши Дебари, и мне очень нравится этот сюжет. Это одна из моих любимейших работ, особенно если говорить о неоформленных работах. Далее покажу вам набор фирмы Овен. У меня есть в запасах неоткрытый набор, я туда даже не залазила. Это маяк «Цвет надежды» называется. У фирмы Овен есть серия из этих маячков, но вот этот маяк мой самый любимый. У меня на него тоже есть планы. Я планирую, если все получится, начать вышивать его в этом году, скорее всего меняя основу, потому что здесь канва неизвестного происхождения. Но думаю, что написано, что канва номер 16, и думаю, что скорее всего заменю ее на мурану. Какого цвета, не знаю, возможно тоже просто белого. Вот такой вот у меня есть набор. И я его привезла, кстати, с соседней формы рукоделия. Долго думала, какой из трех купить, но купила вот именно этот. Попробую, если мне понравится, возможно куплю еще какой-то маяк из этой серии. Также я сейчас вышиваю один набор фирмы Овен. Это лето в букете. Я его достала недавно. Начала я его вышивать еще в прошлом году, потом забросила. И вот сейчас вышиваю снова. И надеюсь, что все-таки к концу лета я его вышью. И давайте я вам сейчас покажу готовые неоформленные работы фирм-производителей, которых у меня в запасах больше нет. И первая работа, работа которой я горжусь, это физалис от золотых ручек. Вышивала я его на родной основе. На 18-м каунте вышивается эта работа. И знаете, это подвиг. Особенно то, что касается бэкстича, это подвиг. Я снимала видео о готовой работе, где подробно рассказывала о своих впечатлениях от отшива. Так что, если интересно, проходите. Ссылочка будет в описании. Далее у меня есть моя проба пера. Это работа по авторской схеме. Вот такой вот савунчик. Она вышита на очень маленьком кусочке канвы. Но савунчик очень милый, очень красивый. И я найду ему применение. Во что-нибудь дооформлю. Просто пока еще не придумала, как ее применить. Но я подумаю. И следующая также неоформленная работа. Также по авторской схеме Юлии До. И это у нас акварельные васильки, которые я вышила в прошлом году. И видео об этой работе я также снимала. Я тогда участвовала в первой отшиве. И, соответственно, была под большим впечатлением. Это была моя первая большая авторская схема, которая мне очень понравилась. Здесь также очень много бэкстича. Но меня это почему-то уже не смущало. Работа мне очень нравится. И давайте в конце уже подведем итоги моим рукодельным запасом. И назовем число. Сколько же наборов у меня лежит в запасах. Различных фирм-производителей, не считая Dimensions и Reolis, у меня 14 наборов. Это и больших, и маленьких. Соответственно, 14 плюс 12 плюс 7. Это будет у нас 33 набора. Вот как. Я на самом деле думала, что у меня будет больше наборов. Мне казалось, что их уже давно за 30. Но, оказывается, я преувеличила масштабы бедствия. Правда, я заказала еще несколько наборов, которые ко мне придут и которые я, конечно же, вам покажу. Но пока что их 33. И даже когда придут наборы, за 40 все равно не перевалит. Поэтому, если сравнивать с запасами других вышивальщиц, у меня все достаточно скромно. Ну, а на этом я, наверное, буду с вами прощаться. Желаю вам легких крестиков, больших запасов, которые будут вас всегда радовать. Всех люблю. Всем пока-пока.